Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Социальные контракты предлагают в 21 регионе России. В Приморье система действует четвертый год. В Черниговском районе программа начала действовать в 2017. Здесь по социальному контракту можно получить профессиональное образование, открыть свое дело или вложить средства в развитие подсобного хозяйства. Большинство выбирает последний вариант. Посоветовал мне специалист в соцзащите при оформлении детских, что есть такая программа, рассказал. Мы решили поучаствовать. И когда предложили, что вы будете делать на эти средства, мы сразу решили, конечно, что мотоблок в том году урожая получится даже в два или в три раза больше. Хватило. На нас еще и бабушкам помогаем нашим. Теперь у приморцев есть возможность получить поддержку, если семья с низким достатком хочет заняться предпринимательством. Затянувшийся поиск работы, необходимость получения социально-психологической помощи, дополнительного образования или переподготовки также могут стать поводом для заключения соцконтракта и получения выплаты. Собирали строить погреб, котлован уже вырвали. И здесь как раз по программе подсказали, что есть программа. Пошли на строительную организацию, заказали материал, согласовали, обдобрили нам на субсидии. И все, материал заказали, приехали, проверили наличие материала и все, настройка началась. Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве и повышении квалификации. При этом человек, который берет эти курсы, должен пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу и затем обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В этом году на данный вид социальной поддержки в региональном бюджете запланировано 7 миллионов рублей. Размер выплаты по ней составляет до 50 тысяч рублей. Главное условие государства, чтобы деньги были потрачены именно на то, на что заявлялось, необходимо будет отчитаться. Обязательства государства в виде краевого бюджета, мы ему выплатили, а он, в свою очередь, обещает эти деньги использовать по назначению. То есть, граждане купили корову, они отчитались за покупленную корову. По всем вопросам заключения социального контракта следует обращаться в отделы приема граждан Приморского центра социальной поддержки. По данным властей региона, выплаты по контракту за время действия программы получили в Приморье порядка 250 семей. Почти 40% из них воспользовались такой возможностью в 2018 году. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Мишустин призвал снизить ипотеку. Премьер-министр предложил лишить кредитной организации возможности накручивать ставки, сообщает РИА Новости. По его мнению, для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков. Мишустин уточнил, что ипотека – комплексный продукт, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки. Сейчас необходимо создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства. По его словам, если добиться снижения стоимости самого строительства, то и ипотека будет дешеветь. Помимо этого, председатель правительства поручил наладить систему информирования граждан о рефинансировании ипотечных кредитов, поскольку многие из них не знают о такой возможности. Дефицит льготных билетов на Дальний Восток можно устранить. Для этого необходимо сделать программу субсидируемых перелетов долгосрочной. Таким мнением поделился глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, сообщает РИА Влад Ньюс. Ранее министр транспорта России Евгений Гитрих заявил, что сейчас планируется переход от годичной субсидии на срок до трех лет, но также рассматривается вариант сделать программу пятилетней. По словам Александра Козлова, в самом документе о продлении программы субсидируемых перелетов можно закрепить достаточное финансирование. Он отметил, что на льготной перевозке требуется не менее 8 миллиардов рублей в год. Сейчас финансирование нужно вручную доводить до этой цифры. Так, на 2020 год в федеральном бюджете заложено около 6 миллиардов. Минвостокразвития рассчитывает, что сумма будет увеличена при корректировке бюджета и с помощью субсидий из резервного фонда. Глава Владивостока Олег Гуменюк при встрече с представителями СМИ рассказал, что перенимает опыт московских коллег для улучшения транспортной ситуации в Приморской столице, сообщает РИА Влад Ньюс. Мэр напомнил, что во Владивосток уже прибыли трамваи, которые готовят к выходу на линию. Это 10 трамваев, привезенных из Москвы. Их стоимость 6,5 миллионов рублей. Также Олег Гуменюк у московских коллег узнал, как уговорить людей пересесть на общественный транспорт. По его мнению, все очень просто. Для этого нужны новые автобусы. Необходимо показать людям доступность транспорта и улучшить качество перевозок. Глава города отметил, что в настоящее время мэрия готовится к торгам и заставит все транспортные компании пересесть на хорошие автобусы. Мэр напомнил, что во Владивостоке уже существуют пересадочные талоны, благодаря которым в течение полутора часов человек может совершить поездку за полцены. Кроме того, специалисты готовят площадку, где будут собираться фуры, чтобы избавить город от пробок. Олег Гуменюк рассказал журналистам, кем он хотел стать в детстве и когда у него появилось желание стать мэром. Выяснилось, что глава города мечтал работать билетером. Руководитель администрации вспомнил, что они с родителями заходили в трамвай и быстро покупали билеты. Тогда внимание будущего мэра привлекала поясная сумка с разноцветными билетами. Мечтал Олег Гуменюк также стать миллионером, военным моряком и учителем. Желание преподавать проснулось после детской влюбленности в учительницу, сообщает РеволодНьюз. Мэром он захотел стать тогда, когда в первый раз пришел работать в администрацию Владивостока. А вот экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев сообщил, что ему помогает сохранить позитивный настрой. На личной странице в социальной сети Facebook он признался, что перемены в дальневосточной столице, изменения в правительстве России и предстоящая весна подпитывают его оптимизмом. По его мнению, складывается очень позитивная картинка. В городе открывается новое выставочное пространство – галерея Port Art. Планирует зайти в одна из самых известных сетей ресторанов быстрого питания. Британский блогер снимает и размещает на своем канале сюжет из Владивостока. Лишь по-доброму отзываюсь о нем и о жителях. Напомним, сейчас Игорь Пушкарев находится в СИЗО Владивостока и участвует в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи. Процесс по делу возобновится 3 марта. Ряд территорий Владивостока планируется реконструировать в текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них второй этап реконструкции Пушкинского сквера, Крымский сквер на улице Светландской, 147, перенос памятника жителям острова Попова и острова Рейники. А в ближайшее время, до 30 апреля, в Гайдамагском сквере должны провести ремонтные работы. В Управлении дорог и благоустройства мэрии сообщили, что уже на этой неделе будет объявлен аукцион на поиск подрядчика. Ему предстоит восстановить систему ливневой канализации, уложить новое покрытие на пешеходных зонах и провести некоторые другие работы по благоустройству. К слову, в этом году ряд мероприятий по благоустройству проведут и в парке минного городка. Здесь запланирован ремонт участков сети ливневой канализации, пешеходных зон, установка фонарей освещения, урн, лавочек и многое другое. Незаконно размещенные плакаты, афиши, объявления, информационные указатели, а также рекламные конструкции убирают с улиц Приморской столицы. Эти работы проводят бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Сотрудники административно-территориальных управлений и Управления наружной рекламы и информации. Очередная акция по очистке прошла на улицах Русской, Борисенко, проспекте Красного Знамени. На улице Адмирала Юмашева бригады демонтировали рекламные щиты, наводили порядок городской службой и вывозили стихийные свалки с улиц Сочинская, Светландская, мыс Калузина и других. С этих адресов убрали более 200 тысяч кубических метров мусора. Рабочие отмечают, что чаще всего горы мусора приходится убирать с прибрежных территорий, частного сектора, лесополосы, пустырей и придорожной полосы. Порой мусор вывозят вновь с одних и тех же адресов. Недобросовестные граждане и коммерческие предприятия, не желающие платить за вывоз и утилизацию отходов, просто выбрасывают его в неустановленных местах. В районе памятного знака Победа высадят новые кустарники и цветы. Эти работы городские озеленители начнут в середине апреля. А до этого времени подрядная организация по заказу городской администрации проведет на объекте ремонт. Так, на разворотном кольце в районе инструментального завода, где установлен памятный знак Победа, в этом году заменят дату и займутся озеленением. На клумбе высадят можжевельник или голубые ели. Также здесь появятся цинерария и бегония. Напомним, что к празднику Победы во Владивостоке приведут в порядок мемориальные комплексы и памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Их помоют и покрасят. Кроме того, планируется благоустроить прилегающие к памятникам территории. Жители Приморья могут уточнить места захоронения родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне и погибли на территории Восточной Пруссии Калининградской области. Все сведения занесены в специальный каталог – электронную книгу памяти, которая доступна для использования каждому. На страницах отражены имена и фамилии павших воинов, места службы на момент выбытия, причины – информация о местах первичного захоронения, перезахоронения, фотографии мемориала, сведения о наградах. Для поиска информации необходимо указать фамилию, имя и отчество человека в именительном падеже, даты рождения и смерти, места рождения и призыва в армию. Если каких-то данных нет, следует просто оставить пустой соответствующую ячейку. Напомним, президент Владимир Путин объявил 2020 год годом памяти в России. В Приморье запланировано множество тематических мероприятий. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин